Врачи по всему миру пришли к консенсусу. Смартфон – отличная среда для жизни и размножения бактерий. Один из последних экспериментов провели журналисты американской медиакомпании. 20 сотрудников отправили гаджеты в лабораторию. Там абсолютно с каждого устройства взяли образцы и поместили в чашки Петри. Абсолютно на всех телефонах жили бактерии, в том числе золотистый стафилококк и кишечная палочка. Екатерина Тихонова не выпускает смартфон из рук. Звонки из соцсети во время пандемии – едва ли не единственный способ поддерживать связь с родными и друзьями. Даже если я его забуду, у меня начинается, наверное, паника. У меня мама часто бывает за границей. Я бы не знаю, что я делала, как я бы общалась с ней. Благодаря телефону я могу с ней поддерживать общение 24 часа. Телефон я обычно просто салфеткой влажной, но сейчас я еще антисептиком его обрабатываю, протираю постоянно. В нашей редакции такая трубка в разы популярнее смартфона. Десятки, а то есть сотни звонков за день. Протирать телефон специальной салфеткой точно будет не лишним. Телевидение, здравствуйте. Мастера по ремонту девайсов предупреждают. Устройство ни в коем случае нельзя мочить. Надо взять ватный диск, слегка пробитанный спиртом. Без надавливания поводить им по экрану. Если остались разводы, протереть салфеткой. Во время чистки вам нужно избегать определенных зон, чтобы туда не попала влага, либо спиртосодержавшиеся средства. То есть в основном это наш динамик, откуда вы слышите собеседника, естественно. Если вы его зальете, вы будете плохо слышать, в итоге он выйдет из строя. Врачи рекомендуют дезинфицировать смартфон после прогулки на улице и поездки в общественном транспорте. Взяли гаджет в уборную, помыли руки и не забыли про гигиену компаньона. В составе антисептика должно быть минимум 70% спирта. Одним из таких средств является септоцит. Также можно воспользоваться антисептическими одноразовыми спиртсодержащими салфетками. И в крайнем случае можно применить такой антисептик, как хлоргексидин. Обрабатывать мобильные телефоны необходимо не менее трех раз в день. Мария Бушкевич, Максим Галенко, Побрыск 360.